В связи с тем, что Владивосток всегда был открыт, а вот можно посмотреть, я здесь видел, здесь должны быть и башни из 16-ти дюймовых орудий, большие, где где-то видны. Так, ну так, просто со стороны сфотать. Мы туда доедем. Это последняя батарея, которая закрылась, самая последняя. Закрылись, по-моему, в 93-м году. А, то есть она она стреляла, да? Бывший командир этой батареи, он сейчас там директором музея. Ага, ну понятно. ФСБ, наверное, здесь милиция. Здесь как двосуточная, без русского у них камеры подаставлены. Да, потому что если что-то здесь, ну и сделают, потом восстанавливают. Просто жалко, какие капиталовые. Ну да, да. Вот здесь вот навигация у них, которая обеспечивает проход по акватории. Типа, ну маяк такой, да, такой электронный? Да. Типа называется торфес. Типа, ну маяк такой. Вот это вот набора большого перехода, который дает энергосеть проект проектировать. Перебрасывает электричество. Сейчас как бы есть еще подводные камеры, которые тоже проектировали. Поэтому не функция. Я так думаю, что работа здесь будет продолжаться. Да. Потому что за три года они тут построили огромный объем. Сейчас все это довести до полного. Главное, то варечь устроилась и состоялась. Обычная нормальная работа. Да, вот уже красят что-то. Ну правда, если как бы Путин это как бы планировал как ворота России в Азию, то это у него получилось конечно. Потому что все, ну все города, то есть тот же, допустим, по-моему там в Гонконге, там вот у них в аэропорт мост такой идет какой-то. То есть ну большой такая, там два километра как с пролеты. Так так же. А вот это, я так понимаю, это вот и есть ДВСУ, новый конкурс. Да-да-да. Это все, что располагается. Да-да-да. Все, я вообще не хочу. Короче, сам чек, и вообще чуть-чуть у нас не было. Давайте очень много паркуровать. Потому что понятно, что это все связано с транспортом. Ну, сам получился хороший такой полуфициантный конкурс.